мур привет друг это зверько я хочу тебе показать один интересный тест у нас в игре указано сила предмета скорость атаки и шанс крита поэтому некоторые ребята думают что этой информации достаточно чтобы умозрительно точно определить их полезность но сила это лишь один выстрел или удар а скорость атаки уже по-другому коллерируют значение силы вдобавок шанс крита это непостоянный показатель а поскольку для убийства противника требуется несколько атак или так называемый ттк time to kill который в нашей игре достаточно высок то и замерять нужно определенный отрезок времени и так ты играешь на дамагере автоатакере а у противника тоже много тонких дамагеров хорошо бы перестреливать и убивать в самое кратчайшее время и даже раньше чем убьют тебя вот для этой цели и создана моя таблица то есть уже совсем по простому это урон стрелка по другому стрелку или по любому другому тонкому герою позже поймешь почему такое сравнение пусть эта таблица будет как скелет билда для твоего автоатакера а уже мышцы кожу ты добьешь пониманием нужных пассивок собственном актуальном бою я взял лисун сина и без эмблем атаковал куклу 10 секунд принимаем во внимание что защиту у куклы нет поэтому есть погрешность для рыка и охотника на демонов охотника будут тестировать вообще по-другому и так 16 место и 3120 урона ветер природы да у него есть скорость атаки но очень маленький бонус к силе атаки 15 место и 3480 урона золотой метеор он больше предназначен для защиты 14 место злобный рык естественно его значения будут расти в сравнении с остальными предметами если у противника будет броня и чем больше брони тем более полезен злобный рык 13 место бесконечная битва ее место будет чуть повыше если применить навык перед выстрелом но поскольку предмет с бонусом к физической атаке один то и урона особо не прибавится и бесконечная битва закрывает четверку предметов которые берутся для определенных задач а не для раннего урона 12 место и 3600 урона топор кровожадности вампиризм от навыков не очень полезен для автоатакера 11 место и также 3600 урона когти хаоса вампиризм с удара или выстрела для автоатакера важнее поэтому позицию для когтей я поставил чуть повыше 10 место удар охотник казалось бы плюс 80 физической атаки хоть и есть плюс 15 проникновения но бонус от этого предмета редко применим в бою девятое место говорящий с ветром и вот первый предмет с критами с такими предметами пришлось повезиться и для них я сделал пять тестов высчитал средний урон и расставил по местам предмет сейчас очень популярен его пихают куда надо и куда не надо например в героев у которых штраф к скорострельности а теперь пятерка предметов которые выдают вполне ощутимый урон 8 место клинок семи морей конечно с учетом дополнительного урона от первого выстрела наносит 4000 урона ровно 7 место и 4070 урона трезубец еще бы тут и плюс 80 физической атаки и плюс 25 процентов скорости атаки ты все еще думаешь что автоатакером не надо брать антихил 6 место и 4130 урона золотой посох учитывая что золотой посох превращает криты предметов в скорость атаки пятое место меч охотника на демонов тут есть небольшая погрешность чтобы исключить дикий урон по кукле с огромным здоровьем я поставил три лейлы первого уровня с минимальной защиты и высчитал нанесенный урон 4250 если бить по цели с защитой но большим здоровьем урон будет другой однако эти значения приближены к условиям в которых тестируются все предметы в видео 4 место коса коррозий и тут есть небольшие расхождения скорость атаки ровно такая что порой за долю секунды засчитывается еще урон и получается или 4480 или 4760 но определенно это заслуженное четвертое место и вот топ-3 предметов для автоатакера третье место клинок отчаяния 4680 урона по цели с полными хп второе место 5049 урона ярость берсерка в зависимости от удачи эти места могут меняться я взял лишь среднее значение первое место багровый призрак который в тестах нанес 5172 урона но если взять 4 критующих одинаковых предмета у нас будет стопроцентный крит также стреляем по кукле 10 секунд и получаем 14000 ровно урона от багрового призрака 4700 от берсерков а вот если взять два призрака и 2 берсерка то тут конечно топчик 17200 что-то там с копейками урона значит на героя без штрафа к скорости атаки я предпочту багровый призрак ведь количество выстрелов за тот же промежуток времени увеличивает шанс выпадения крита лично мне эта таблица помогла составить приоритетность предметов когда я собираю только в урон и также менять приоритеты во время боя без парива заменяя тот же самый говорящий с ветром на трезубец если ты хочешь быстро разобраться для чего какой предмет берут по пассивкам то в виде в поисковике гайд на все атакующие предметы зверько или просто перейди по ссылке в описании я оставлю для тебя а если хочешь четко понять что делает предмет и как он работает напиши в поисковике его название и допиши зверько у меня разбор практически на любой предмет ну вот и все пиши в комментариях на каких автоатакерах ты играешь и что думаешь о такой сводной таблице или чтобы ты хотел чтобы я сравнил но в общем все пиши если видео тебе понравилось то подписывайся на канал и жми в колокольчик жму твою лапку друг и желаю удачных боев